Доброе утро! Давайте сразу расскажем, что такое месседж, во-первых, для тех, кто не дует speak English, да, и что за месседж из прошлого приготовил музей своим посетителям, виртуальным посетителям? Да, действительно, в этом году она пройдет в онлайн таком формате, для нас это совершенно новый формат, мы к нему подготовились, очень много мы чему научились с марта месяца, потому что мы с конца марта закрыты, но мы всегда думаем о наших посетителях, мы их ждем, мы всегда готовим что-то новое, и сегодня, конечно, будет месседж послан из прошлого. Месседж — это некое послание, да? Это некое сообщение такое. Ну, прошлое поколение всегда нам оставляли послание в разной форме, в виде наскальных рисунков, либо в узорах на керамических горшках, там, и так далее, в орнамент, так даже. Все это со смыслом передавалось, в традиционных играх, в которых дети перенимают опыт прошлых поколений, жизненный опыт. Поэтому мы постараемся этот месседж передать в виде разных зарисовок, игр и так далее. Это видео зарисовки, игры, и все онлайн? Да. И все будет онлайн. А на сколько по времени рассчитана программа? Она будет с 16 до 21, что-то будет в записи, что-то будет в онлайн формате, у нас будет трансляция на Культура РФ, на таких серьезных порталах. Это трансляция на серьезный портал Культура РФ. А что это будет? Я правильно понимаю, что это вот та самая фишка, та самая вишенка на торте, которую вы приготовили для всех своих друзей? Ну да, конечно. Будут транслироваться напольные игры Ханта и Манси, наших коренных народов в северах, о которых мы хотим рассказать на этом мероприятии. Вообще, кого вы приглашаете? Все-таки это Ночь искусств. Здесь возрастные ограничения действуют как-то? Конечно, это всегда семейная аудитория. Мы всегда ждем родителей с детьми, молодежь ждем, всех, кто интересуется прошлым округом, настоящим и будущим, конечно же, своих детей. А какой-то интерактив предусмотрен в программе? То есть или это просто пассивное наблюдательство, так скажем? Нет, конечно, нет. Это и видеоэкскурсии, безусловно, конечно, они будут. Это игры, это квесты различные. Поэтому можно будет по-разному принять участие в Ночи. Ну, какая-то одна тема сквозит по программе или нет? Я просто знаю, что вы сейчас культурный обмен некий у музея привезли. Конечно, конечно. У нас, например, буквально на прошлой неделе коллеги приехали из другого региона, с Великого Новгорода. Туда мы отправили свою выставку. Палеонтологическую. И вот как раз эта идея пошла у нас в Ночи искусства на Эльдеже, потому что именно послание на берестяных грамотах, которые посылали новгородцы, обычные новгородцы, бытовые такие записочки, вот они и были идеей нашего названия. Так, Оксана, давайте напомним нашим зрителям, когда и на каких ресурсах можно будет присоединиться к Ночи искусств? Во всех социальных сетях музея ВКонтакте, в Фейсбуке, во всех социальных сетях. И на сайте музея тоже, конечно, можно зайти, почитать программу мероприятия с 16.00 сегодня до 21.00. Дорогие друзья, милости просим. Месседж из прошлого ждет вас, если вы присоединитесь к социальным сетям Музея природы и человека сегодня уже с 4 часов дня. Спасибо, Оксана, большое, что пришли и рассказали нам о своем проекте. Желаем удачи, успехов, хороших отзывов, позитивных. Ну и чтобы все-таки встреча оффлайн со своим посетителем состоялась в ближайшее время. Мы на это очень надеемся, ждем наших посетителей, готовимся к встрече с ними. Хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует...